Добро пожаловать на Ружбор! Первый день фестиваля Ружбор. Мы прибыли рано утром и первым делом поставили лагерь. Установку лагеря оставим за кадром и сразу перейдем к боям. На поле боя пока что довольно мало бойцов, потому что это первый день фестиваля. Это только день заезда участников и многие еще в пути. Основные бои нам предстоят впереди. Тем не менее, война выдалась жарко. Я поучаствовал в боях и остался очень доволен. Ружбор – это самый большой в России фестиваль по эпохе викингов и Древней Руси. С тех, что проводятся постоянно. Но в 2020 году по всем понятным причинам действовали ограничения на массовые мероприятия. Участников было заметно меньше. Но ничего, в будущем мы это наверстаем. Фестиваль снова будет собирать больше тысячи участников. Я в этом уверен. На фестивале с каждым годом все больше и больше детей. Участники заводят своих детей и привозят их на фестиваль. Мне кажется, это прекрасный вариант проведения детского дослуга. Съездить с родителями на исторический фестиваль. Женский ирландский футбол – это яркая часть закрытой программы. Фестиваль идет три дня только для участников и конструкторов. И один день он открыт, и все здесь. Организаторы Русборга – Елецкий клуб «Копьё», а фестиваль проходит в городе Елец, это Липецкая область. Активно занимаются строительством копий исторических судов эпохи Ветмина. Все эти суда были представлены на фестивале. Все желающие могли опробовать себя в хождении на веслах по реке Сосне, на берегу которой проводится фест. В 2020 году парни закончили строительство дракара «Скальд» и спустили его на воду. На данный момент это самый большой в России действующий корабль «Ветмина». Про него у нас есть отдельный ролик на канале, посмотрите. Вот подсказочка и ссылочка еще будет в описании. Серьезная боевая соревновательная номинация – это бои 12 на 12. Творится настоящая жизнь, как в старые времена. Просто посмотрите на этот суд. Давайте посмотрим еще несколько судов. Парни рубятся на поле. Возвращаемся к торговому шатру нашего магазина «Секира». Тут у нас произошла какая-то ситуация. Что здесь произошло? Где? Где он нашел серебро? Где? В серебрении. В серебрении нашел серебро? Да. В наших объемах эта погода не делает. Но вообще мы ездим на фестивале не просто потусоваться, а поработать. Ролик про наш средневековый магазин можете посмотреть по ссылочке. Если вам интересно, напишите в комментариях. В следующие разы поснимаем ярмарку поподробнее. На Русбурге одна из самых больших средневековых ярмарок в России. И продают там все. От исторических украшений и керамики до оружия и доспехов. Разумеется, все копии. Ближе к вечеру собралась команда из желающих опробовать себя в хождении на настоящем драккаре. Работать здоровенными веслами не так просто, как может показаться с первого взгляда. Особенно тяжело грести синхронно. Команда подобралась из разных клубов и городов. Ранее никому из них не доводилось грести вместе на таком большом корабле. Но опыт это незабываемый и полезный. Тот викинг, что ни разу не ржал в руках весла, не викинг вовсе. Пока ребята гребут, расскажу об истории Русбурга. Почему он такой особенный? Русбург – это отец всех фестивалей викингов в России. Это первый массовый и, самое главное, открытый для участников и зрителей фестиваль по раннему средневековью в России. Примерно в 2003 году наметилось разделение средневекового движения исторической реконструкции в России на отдельные направления по эпохам. Грубо говоря, рыцари стали тусоваться отдельно, а викинги отдельно. Выделилось движение раннесредневековой реконструкции, сконцентрировавшейся на IX-XI веках, так называемой эпохи викингов. Да, до Русбурга проходили отдельные мероприятия чисто для ранятников, но все они были закрытыми. Принять участие в них могли только члены ассоциации Гордарика, а зрителей зачастую не пускали вовсе. Исключением стал фестиваль Ладога в 2005 году, где была открытая программа для гостей фестиваля, но заявляться участниками по-прежнему могли лишь члены ассоциации. Да, ассоциация Гордарика немало сделала свое время для становления движения, но век закрытых мероприятий уже уходил. И вот в 2006 году Русбург стал первым фестивалем, куда мог свободно подать заявку любой реконструктору, вне зависимости от того, в каком клубе и ассоциации он состоит. Это стало глотком свежего воздуха для движения и дало мощный импульс к развитию. В Елец съехались порядка 500 реконструкторов IX-XI веков. Помогли и удачной датой, фестиваль всегда приурочен к Дню Победы и ближайшему выходу. Да, уровень реконструкции тогда оставлял желать лучшего, но все еще только начиналось. Сейчас Русбург является образцовым с точки зрения историчности фестивалем и даже задает тон в этом направлении. Концепция Русбурга стала типовой для многих фестивалей раннего средневековья. Например, для нашего огромного вида. Посмотрите ролик по ссылке про наш фестиваль. Так что да, по всем этим причинам Русбург, давший вдохновение и жизнь многим новым проектам, клубам и даже семьям, можно смело называть отцом всех фестивалей викингов в России. Парни подводят ладью к пристани, вечереют и нас ждет новое крайне атмосферное мероприятие. Это турнир скальдов. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Наступил самый главный день фестиваля. Открытый день для гостей. Посмотрите как много людей приехало. Тысячи человек. Русбург это важное туристическое мероприятие для Липецкой области. Ельце так точно главное. В наше время историческая реконструкция как направление туристического бизнеса набирает обороты и это славно. Наша история очень яркая и мы можем не только с интересом изучать ее, гордиться ей, но и зарабатывать на ней, что тоже хорошо. Такие фестивали как Русбург, Былиный берег и другие станут серьезными точками роста российского туристического бизнеса без всякого преувеличения. Эпоха викингов и Древней Руси сама по себе крайне интересна и привлекает много внимания не только среди любителей истории. В нашем случае есть и историческая база. Как мы все знаем, через территорию Древней Руси проходили важные торговые пути. Путь Изваряг в Греке и Великий Воргский торговый путь. Эти пути были крайне важны для всей Европы и эти же пути во многом стали экономической базой формирования Древнерусского государства. Их значение сложно переоценить и со временем на всем протяжении этих путей появится множество туристических объектов и событий исторической направленности, иллюстрирующих эту героическую эпоху. Это будут и фестивали, и музеи живой истории, и различные исторические походы. Сейчас мы видим зарождение такого необычного, как кому-то может показаться, но перспективного направления туристического бизнеса. Тем интереснее за этим наблюдать. В частности, уже сейчас идет строительство крепости Рузборг. Это будет исторический комплекс, иллюстрирующий архитектуру Древней Руси и Скандинавии эпохи викингов. Мы в открытый день не участвуем в боях, а торговым. На ярмарке ажиотаж. Да, ажиотаж. Очень много гостей на фестивале. Не ожидали ты формы. Это будет одно и один из завершающих шоу-моментов фестиваля. То есть мы каждый год лодки вытаскиваем вручную здесь при помощи участников на ладейном поле. И вот в этом году мы и дракар викингов тоже вытащим вручную. А то многие не верят, что это возможно. На самом деле все реально. Павел Павлович Семенов – главный организатор Рузборга, строитель кораблей и крепости Рузборга. Полную версию интервью с ним смотрите на нашем канале. Сейчас мы видим как можно вручную вытащить пятитонную ладью на берег. Нужно просто побольше убить. Подобным образом Витальги и Русичи помещали корабль на Волок. Экипаж одной ладьи перетащить свой корабль не может. А вот экипажи нескольких кораблей уже вполне могут один за другим перетаскать несколько кораблей. Приезжайте на Рузборг, приезжайте к нам на былиный берег, ссылочки в описании. Не прощаемся.